Елена Африна, добрый день. Какова эпидситуация в республике на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители и гости нашей республики. Ситуация по коронавирусу остаётся напряжённой. Так, на 30 апреля выявлено 105 новых случаев. Наибольшее количество в Якутске зарегистрировано, 61 случай. Мегино-Кангаласский район вызывает опасения. На сегодня у них 15. Усть-Алданский – 6, Татинский – 5, Амгинский – 4, Алданский, Нерингринский, Хангаласский – по 3 случая, Чуропчинский – 2 случая, и Мирницкий – Намский, Нюрбинский – по одному случаю. За сутки мы провели более 2 тысячи 362 исследований. Всего же, напоминаю, с начала пандемии отработано более миллиона тестов. Что касается вакцинации. Против новой коронавирусной инфекции она у нас проводится в 44 медицинских лицензированных организациях, в которых развернуто 244 пункта. Создано на сегодняшний день уже 119 мобильных бригад. И на 30 апреля в республику поступило 114 412 доз вакцин. И первую вакцину получили уже 107 310 человек. В том числе лица старше 60 лет получили 27 052 человека. И на сегодняшнюю дату использовано практически 95 вакцин. Буквально вчера мы разговаривали с Министерством здравоохранения Российской Федерации. И в начале майских праздников ожидаем дополнительное поступление. Поэтому хотелось бы напомнить нашим жителям о графике работы вакцинальных кабинетов. Мы планируем работать ежедневно. Так же, как и участковая служба. Каждый день с 9 до 15. Узкие специалисты по расписанию. Лаборатории ежедневно. Для того, чтобы вы могли обращаться за медицинской помощью. Хотелось бы напомнить нашим жителям, что, учитывая, что рост сегодня все-таки идет интенсивный, обращаться за медицинской помощью в случае признаков ОРВИ незамедлительно. Поскольку мы видим, что меняется сегодня картина заболевания. Наибольшее количество сегодня заболевших, в отличие от прошлого года, это люди 29-49 лет. Далее идет молодежь и дети. Картина смазанная, поэтому хотелось бы, чтобы сразу же, еще раз напоминаю, обращались за медицинской помощью в медицинские организации. Нами усилена работа горячих линий на выходные дни и выездных бригад неотложной скорой помощи. Я хотела бы пожелать всем здоровья, хороших праздничных дней, но не забывать о режиме санаблагополучия и соблюдать все меры безопасности. Спасибо. Спасибо.